Как Вы относитесь к такому симбиозу музыки и картины? Что для Вас этот концерт, чем он интересен? Этот концерт интересен как раз-таки симбиозом, когда идёт полное погружение личности и слух, и зрение, идёт более полное ощущение восприятия человеком прекрасного. И это благотворно воздействует на психоэмоциональную сферу человека. А что можно Вы лечить, называете музыкальной терапией? Как Вы думаете, возможно ли вообще? Да, конечно же, возможно. Сейчас очень активно изучается это направление музыкотерапии. В первую очередь музыка лечит душу. Благодаря классической музыке улучшается настроение, понижается стресс, пропадают неврозы, появляется уверенность в себе, уверенность в завтрашнем дне. Но большее положительное влияние классическая музыка оказывает тогда, когда её прослушивают, что называется, в режиме онлайн. Ходите почаще на концерты, слушайте классическую музыку. У Вас родилась идея и этого концерта? Эта идея не у нас. Это наше руководство флормонии придумало такой интересный проект, как в музыкальной терапии, и на самом деле, действительно, когда окунёшься в эту идею, подмечаешь, что действительно музыка имеет эти ещё лечебные свойства, то если человек может испытать как эмоциональность, что он может плакать, он может смеяться, он разные эмоции, то есть именно в эмоциональном плане музыка может ещё и так же успокаиваться, она может быть так же и агрессивной, это уже, конечно, не относится к терапии как травой, но то есть, видимо, музыка имеет какие-то свои на человека взгляды, она может ими, наверное, манипулировать, так сказать, даже, скажем так, и вот наша задача преподнести людям ту музыку, которая несёт именно конкретный эффект терапии. А вот смотрите, в этот раз какие сюда произведения будете включать? То есть музыка Моцарта и, допустим, умеет успокаивающая музыка Баха, на другой влияет Чайковского, и вот именно этих композиторов мы постарались включить в нашу программу, но, конечно, всё-таки главным ассортиром было бы эта спокойная, красивая музыка. КОНЕЦ КОНЕЦ